Английские слова «каскет», «гроб с декором» и «коффин», «обычный гроб» часто используют для обозначения одного и того же предмета, а ведь между ними большая разница. Обычные гробы — это восьмигранники, сужающиеся к низу, вспомните о Дракуле, а декорированные имеют форму параллелепипеда. Они могут быть металлические, пластиковые или деревянные. Независимо от породы дерева, будь то ясень, дуб, красное дерево или что-то еще, технология изготовления гроба с декором одна и та же. Сначала доски пропускают через формовочную машину, она профилирует края, вырезает выступ на одной стороне каждой доски, выступ на другой желоб. Рабочий наносит клей на эти края, затем располагает доски по кругу, вставляя выступы в желоба. Клей высыхает через полтора часа, крепко скрепляя доски, образующие большой закругленный фрагмент. Он составит верхнюю часть и длинные боковины прямоугольной крышки. Теперь для окончательного формирования прямоугольника, рабочий делает на каждой стороне надрез в виде латинской буквы V и приклеивает треугольную деталь. Края зажатых в прессе деталей работник закрепляет скобами, наподобие сверхпрочных скрепок. Сейчас машина проделывает желоб внутри крышки, в середине. Рабочий наносит клей на деревянную деталь, закрепляя мебельными стяжками. Эта часть называется перемычкой, и позже в этом месте крышку разрежут пополам. Они передают крышку гроба на машину-автомат, который делает грубую шлифовку, а затем более тонкую. Следующий шаг – крепление декоративного молдинга на основании крышки гроба. На этом молдинге изнутри есть желоб, в котором затем закрепляют край обивки гроба. Рабочий приклеивает посередине небольшую деревянную планку к желобку, чтобы его не было видно при открытой крышке. Сейчас он распиливает крышку гроба надвое как раз по перемычке. Другой рабочий тем временем собирает днище, называемое ящиком. Склеивает плоскости и формирует дно, закрепляя все скрепами. Сейчас ящик вверх дном. Он прикрепляет его, затем переворачивает изделие. Теперь надо соединить крышку и ящик четырьмя петлями. Они наносят на гроб один из многочисленных оттенков морилок, потом равномерно растирают ее по всей поверхности. Гроб отправляют на час в сушилку, чтобы высушить краску. Затем 40-минутным интервалом наносятся два слоя лака. Получается блестящая поверхность, но многие модели не столь сияющие. Когда лак высыхает, рабочий приделывает поручни. Чем дороже гроб с декором, тем более причудливы его детали. У этого дорогого дубового гроба откидные ручки из дерева и металла. У других моделей могут быть откидные металлические ручки или неподвижные из дерева или металла, или и те, и другие. В роскошных декорированных гробах есть регулируемая деревянная ложа с механизмом регулировки высоты. Ложа покрывается тканью. В базовой модели оно делается из влагоустойчивой бумаги, которую кладут на так называемую древесную шерсть, обычную древесную стружку. Обивщица укладывает внутри гроба пенопласт, а сверху бархат, атлас или шелковистый полиэстеровый креп. Складывая, прибивая или скрепляя ткань определенным образом, она делает складки, сборки и другие детали дизайна. В общем, чем дороже гроб с декором, тем тоньше материал и богаче обивка. Декоративная тесьма скрывает скрепы. Ремешки из ткани или металлические консоли удерживают крышку в открытом состоянии. Но всей этой красоте и изысканной отделке предстоит скрыться в могиле. А все-таки красиво. Девушки отдыхают... Продолжение следует...